И еще напомню опцию, у нас есть видео вопрос, снимайте себя на телефон, присылайте нам, мы выводим все это на большой экран и отвечаем на все ваши чаяния. Давайте начнем, мы будем ждать. Воспитывает, да, поэтому создание семьи это тоже путь к Богу, так же как и монашество, наверное, о котором тут вот подразумевалось в ответе. Поэтому я думаю, что тем более у вас ребенок, а монашество речь не идет, пока ребенок не вырастет, и все-таки есть какие-то отношения, конечно, отношения являются нормальными, когда они в браке, люди находятся в браке, да, вы, так я понял, что тот, кто пишет вдова, она вдова, ну вот, значит, она законный брак имеет право вступить и жить в браке с тем, ну, кого она выберет уже, у кого будет взаимное чувство. Поэтому тогда это не будет ни блудом, это прелюбедяние, это является только в том случае, если человек находится в браке, сам с которым вы сожительствуете, я надеюсь, что это не так. А что касается одиночества, вот я уже сказал, что одиночество никак не является путем Бога. Поэтому вы немножко тут перепутали понятия сами. Поэтому хорошо, если вы создадите семью, если Бог даст, так сказать, чтобы у вас были хорошие отношения, и через это многие люди как раз, наверное, спасаются. Ну, дай Бог, чтобы все получилось, и у нас, кстати, есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, здравствуйте, задавайте свой вопрос. Батюшка, здравствуйте. Здравствуйте, да, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, почему Бог допускает преступления в отношении детей? Ведь дети – это ангелы. И каждый раз сердце обливается кровью, когда... Да, то есть желание убить, оно, собственно говоря, идет от повреждения души. Надо спасти душу человеческую. В том числе и человека, который поднял руку на другого. По возможности, да, потому что, ну, так, к сожалению, душа погибнет навсегда. И поэтому здесь, конечно, мысль Божия для нас непостижима. Мы не можем его понять, потому что другая жизнь немного, да. Тот, кто сказал, что нужно любить врагов и подставить другую щеку, когда тебя бьют в одно. Но если мы этого не можем даже подумать об этом, как мы можем понять его, да. Но можем принять на веру то, что он благ. И все равно то, что бы не происходило с человеком, в конечном итоге он всегда обратит человеку в пользу, так сказать, насколько это возможно. Потому что мы с вами знаем основу нашей веры, вечную жизнь. Поэтому если рассматривать с точки зрения вечной жизни, да, то тогда становится понятно, что вот такая ситуация. Человек может поднять руку на другого, причинить вред, даже убить человека другого. И тому, кого убили, душе его это не повредит. То есть это не является для него какой-то смертью души. Поэтому здесь вот так. Ну и потом нужно помнить, что дело вот еще в чем. Мы часто делаем различия грехов. Вот некоторые мы очень легко как бы не замечаем, а другие наоборот мы как бы говорим, что господи, как же так. Ну надо вспомнить, что самое большое детоубийство совершается через аборт. Ну вот. И мы не возмущаемся этим и не сажаем в тюрьму за это. Но это тоже детоубийство. То есть это совершенно очевидно, потому что жизнь начинается с момента зачатия. Она непрерывна, и поэтому раз она непрерывна, она, так сказать, нельзя сказать, в какой человек, в какой момент человек еще плод, а в какой он человек. Понимаете, нет такого момента. Вот спросите, когда вот эта стрелка, когда перейдет она через какой-то временной отрезок, да, и мы скажем, это человек или это не человек. У медиков есть? Нет, нет. Дело в том, что действительно, это, так сказать, даже, я бы сказал, математическая такая задача можно решить. Потому что если жизнь непрерывна, значит она, ну, этот момент, он никак, он нигде, нигде вы его не обнаружите. То есть точно вы не сможете сказать никогда, да люди все разные, люди развиваются по-разному. Нет этого момента. Всегда человек есть человек, понимаете. И поэтому здесь вот возникает вопрос, но если мы так относимся ко злу, что мы его не приемлем, тогда мы должны так относиться к любому злу. К любому злу. А вот здесь возникает уже другая ситуация. К сожалению, одно зло, особенно которое в нас самих, мы начинаем вдруг как-то объяснять, прощать, еще что-то делать, так говорить. А зло, которое мы видим в других, мы начинаем его обличать и ненавидеть его. Но, наверное, мы этим зло-то не поборем, потому что начинать нужно с себя. Поэтому если мы хотим, чтобы меньше было горя на земле, мы должны побеждать зло в себе. Вот этот путь победы добра над злом, он внутри нас находится. Этот ключик там лежит, в нашем сердце. А уже тогда меньше станет боли, меньше станет страдания, меньше несправедливости станет и в мире. Вот путь, который, если мы хотим изменить что-то, вот он нам открыт. Но, к сожалению, чаще всего нам хочется именно оказать виновных, а свою жизнь мы оставим в покое. Где-то я читала интересное высказывание на эту тему, что если бы Господь хотел идеального порядка во всем, чтобы все было так, как он хочет, мир был бы пластмассовым. С той точки зрения, что Господь нам дал свободную волю, а то, как этой свободной волей распоряжается человек, это уже на его совести. Вопрос с детьми все-таки он непростой, конечно. Вот я, так сказать, постарался сказать, но и честно скажу, что этот вопрос все равно, даже и для меня, не всегда решенным остается. Не всегда для меня решенным остается вопрос страданий невинных. Как и для Достоевского, так же он был не разрешен. Да, 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 если честно говорить, да, вот если так вот до конца вполне в себе, вот такую нужно иметь действительно веру, крепкую, наверное, чтобы это вот все принять и понять. То есть очень близко нужно быть к тому, вот, кто, собственно, сказал нам, я Евангелие, да, кто нам открыл Евангелие. А ты близко к нему, наверное, ты тогда поймешь. У нас до паузы две минуты, и не могу обойти этот вопрос. Батюшка, скажите, пожалуйста, сколько литров святой воды необходимо христианину? Вы знаете, тут сколько человек желает, столько ему и нужно. Я могу сказать, например, про себя, что я вообще почти не пользуюсь святой водой, потому что я часто служу, и три или два, или три или четыре раза в неделю я причащаюсь. Я считаю, что вот, когда я три-четыре раза в неделю причаюсь, то этого достаточно как самого таинства, которое вот мне доступно. А что касается людей, например, которые причаются раз в год, там, или два раза в год, наверное, ему нужно святую воду, и нужно, наверное, стараться пить ее. И мы знаем, что крещенская вода, например, употребляется вот даже натощак, там, и считается великой святыней. Поэтому все зависит именно от того, что, а что, какая жизнь у вас. Если вы там каждую неделю причащаетесь, может быть, так много воды вам святой не нужно, потому что вы причастие принимаете уже выше, то что может быть. А если редко получается, то можно пить святую воду. То есть вот все зависит от духовной жизни. Но математических расчетов не было? Мне кажется, нет. Это нужно, так сказать, оставить уже математический расчет. Просто вот нужда в святыне, она определяет, собственно, вашей интенсивность духовной жизни, вашей составом ее. Друзья, сейчас прервемся на короткую паузу, ну и, конечно, ждем ваших вопросов и звонков. Когда надо крестить ребенка. Определенного времени для совершения таинства крещения младенцев церковными правилами не установлено. Православные христиане обычно крестят своих детей в период с 8 по 40 день жизни. Откладывание крещения детей после 40 дня рождения нежелательно. Это свидетельствует об отсутствии веры у родителей, лишающих своего ребенка благодати церковных таинств. Для того, чтобы окрестить ребенка, надо узнать расписание совершения крещения в храме и прийти к назначенному времени. Принести с собой крестик, желательно на ленточке, крестительную рубашку и полотенце. Для младенцев обязательно крестные, которые должны быть крещенными и верующими. Евангелие говорит, что у каждого человека в мире есть ангел-хранитель. Крещение дает возможность особенно глубокого и серьезного общения человека и ангела. Возможность ангелу вести человека ко спасению, оберегать его и наставлять. Человек становится способен к некоему духовному слышанию, духовному разговору со своим небесным покровителем. Это итоговая программа «Главное». События недели, о которых говорят все, и то, что увидели только мы. «Главное» с Анной Шафран. По воскресеньям и на нашем Рутюб-канале. Любимая программа «Теперь» на страницах книги. Ответ священника. Просто о главном. Протеерей Артемий Владимиров, Ирей Павел Островский, протеерей Игорь Фомин и другие. Мы собрали ответы на самые важные вопросы, которые ежедневно вы задаете в одноименной программе на телеканале «Спас». Книга станет незаменимым помощником в решении духовных и житейских вопросов, а также отличным подарком для близких людей. Спрашивайте в книжных магазинах вашего города. Книга «Имя России. Духовная история страны» известного журналиста и телеведущего Бориса Корчевникова уже в продаже. Историю пишут двое. «Бог и человек». История – это откровение. О Творце, Его замысле и о нас самих. Кто мы и что можно понять про нас, поняв нашу веру. Понять логику Творца, смысл, причины и цель всего, что с нами происходило и происходит, значит понять Россию. Значит назвать имя России. Информация о продаже книги Бориса Корчевникова «Имя России» на сайте спас.тв.ру Не плачь, вот лев от колена Иудина победил. У Бога не останется бессильным никакое слово. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И глухих делает слышащими, и немых говорящими. «Невозможное человеком, возможно Богом». «Что вы так боязливы?» «И если Бог за нас, кто против нас?» «Не плачь, не бойся». Друзья, в прямом эфире продолжаем ответ священника, отвечаем на ваши вопросы и, конечно, на ваши звонки, поэтому звоните, нам будет приятно. Здравствуйте, батюшка, скажите, пожалуйста, вот старец Николай Гурьянов дал такой совет. Положитесь на волю Божью, и все будет так, как вам нужно. Что он имел в виду под словом «нужно»? В каком смысле «нужно»? Ну, нужно в смысле спасения человеческой души, потому что мы молитвы очень наши читаем, слова «да будет воля твоя». И вот эта часть молитвы очень нам нужна на самом деле. Вот если в практику ввести себе, да, когда у нас мысли вот идут, какая-то буря внутри, какая-то сложность в жизни, да, вот даже не всю молитву, а хотя бы вот эти слова себе сказать «да будет воля твоя». Почему это? Потому что действительно воля Божия премудрая, и Бог любит человека, понимаете? Кому мы можем доверять? Тому, кто нас любит. И тот, кто нас любит, никогда не подведет, потому что он все делает из любви. Поэтому вот действительно Бог все делает из любви для нас. Мы многого, может быть, не понимаем, не знаем, не чувствуем. Вот. И поэтому положиться на него действительно это вот, в общем, для человека спасительно в любом смысле слова. Потому что даже и не то, что там в будущем, а в настоящем человек, мир в душе сразу воцаряется, как только мы полагаемся на Бога. Поэтому это вот большое дело. Действительно, старец такой сказал, мудрый совет, и ничего не прибавишь, только попробовать поступать так непросто. Добрый вечер. У меня сын, ну, 44, он был православным и принял ислам. Как мне за него молиться? Я мать, и для меня невыносима эта тревога. Помогите, пожалуйста, что делать в такой ситуации? Знаете, был такой случай, вот, Блаженный Августин, он в свое время тоже уклонился из церкви. Его мать, Моника, она ходила, молилась за него каждый день и плакала. Подошел епископ вот этой церкви и спросил женщину, ты что плачешь? Она говорит, мой сын погиб. И он ответил, сын такой матери погибнуть не может. Понимаете, вот нужно не терять веру в своего сына, да, не отчаиваться никогда. Вот, да, и действительно, мы имеем даже пример в Евангелии, где Господь говорит про неправедного судью и про вдовицу, которая его просила. Он говорит, ну, если даже неправедный судья, его можно уговорить, да. Значит, ну, а насколько можно тем более рассчитывать на то, что Бог поможет. Да, в каких-то вещах внутренних мы не в силе человека, вот, понимаете. Что такое вера? Это личная жизнь. Ну, как ты в личную жизнь его изменишь? Ну, пойдешь. Да, и человек, если решил, не убедишь. Слова наши не будут, они услышаны. А вот действительно, то, что Бог может с человеком сделать, это удивительно. Но для этого нужно заступление, нужно молиться. Поэтому нужно не оставлять надежду на то, что Господь может изменить путь человеческой души. И ему это вполне возможно. Ну, а мы будем молиться вот за того, кто пока оставил церковь и куда-то уклонился. Друзья, нам так приятно, когда вы звоните. Давайте послышим еще один звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Слышите ли вы меня хорошо? Да, отлично. Задавайте свой вопрос. Вопрос у меня, о моей тяжелой ситуации с дочерью, которая начала с того, что она вышла замуж за человека, который категорически был настроен, ну, так сказать, коммунистические взгляды имел. Она была сама христианка, ходила в церковь, причащалась, понимаете. Но, когда вот она связала свою жизнь с таким человеком, сначала она сняла крест, началось с того, что она сняла крест. Потом, после этого, она стала ходить в какой-то кружок, который собирался раз в неделю и изучал, значит, все коммунистические вот эти вот догмы, идеологию. Потом я поняла, что она разошлась на этой почве со своим супругом, потому что она стала феминисткой. Потом, когда у нее распался брак, она ушла в неизвестном направлении из дома. Никому не сказала, где она находится. Я не знаю, где она живет уже два года. Я обращалась с розыском в полицию. И она так сделала, что я даже через полицию не имею права знать, где она живет. Она стала очень враждебно настроена по отношению ко всем нам, когда тяжело заболела ее бабушка, которая помогала ее воспитывать. И попала в тяжелейшем состоянии в больнице на грани пресмерти. Она даже не поинтересовалась ее здоровьем. Однажды я от нее такие страстные слова услышала. Я вас ненавижу, будьте прокляты. Вот такие ужасы, представляете, происходят в нашей семье. Я не знаю, где моя дочь уже второй год. С кем она связана. И у меня нет никаких правовых инструментов, чтобы я каким-то образом могла улучшить ситуацию. Я невероятное количество обошла церквей. Молилась везде за нее. Везде оставляла. Сколько я прочитала качеств, я не знаю. Я ничего не могу поделать. Не могу вытащить ее из этой секты, видимо. Как мне говорят уже батюшки, что это, видимо, секта существует какая-то, которая настраивает так детей против своих родителей и которая запрещает им говорить, где они живут, которая возбуждает ненависть к церкви и даже настолько враждебное, агрессивное отношение, что дети, которые и не дети, а взрослые уже человек, попавший туда, говорит, если я приду в церковь, то я приду только с одной целью, чтобы эту церковь разрушить. Понимаете? Помоги вам, Господи, сейчас попробуем ответить. Ну, вы знаете, что бывает очень действительно сложная ситуация в этом смысле. И что здесь можно посоветовать? Единственное, что, конечно, нужно уметь ждать. Потому что на самом деле не только мы действуем. Нам кажется, вот если мы что-то не сделаем сейчас, вот если мы не поможем, вот если мы как-то не вступим в какую-то борьбу, то тогда все пропало. Но на самом деле Бог же тоже на нашей стороне, да Он тоже выступает за то, чтобы спасти человека. Поэтому здесь все-таки нужно уметь ждать и надеяться, и молиться, и не терять веру в то, что человек может обратиться. И для этого у нас есть притча о блудном сыне, которая то же самое почти сказал отцу. Он сказал, я не хочу ждать, когда ты умрешь. Дай мне мое наследство, я пойду подальше от тебя. И тебя видеть не хочу. Понимаете, ну это фактически перевод вот на наш, вот на то же самое, что совершенно одинаковые случаи. Что отец сделал? Отдал. Отдал, и сын ушел, а отец ждал. Ждал, но когда сыну стало плохо, даже не помогал ему. Ждал, пока сын покаяться, пока он обратится. Понимаете, это обращение произошло. Это значит, что Бог учит нас все-таки не отчаиваться и ждать. Потому что есть, ну, определенные законы, да, духовные. И по этим законам человек, если он живет, вот вспомним опять притчу о блудном сыне, он теряет всю вообще, всю радость в жизни. Какой у него радость была? Все богатство он расточил, а потом даже не мог насытиться рожками, которые свиньи ели. То есть последней даже вот какой-то самой низменной радости человек был лишен. Понимаете, жизнь оказалась настолько пустой, что в конце концов единственное, что его спасло, это вот мысль об отце, что нужно вернуться к нему. И тогда все переменилось. Поэтому вот давайте надеяться, что она вернется в дом. Но вот, но просто это может быть не скоро, к сожалению. Потому что человек иногда должен дойти до какого-то предела, разорить себя вот настолько, чтобы уже вот все, какой-то вот край. И вот из этого края потом он пытается вернуться. И будем надеяться, что Господь поможет ему. Так бывает со всякой страстью. Вспомним, да, пьянство там или другое, да, человек вот, а да, допивается уже там уже, когда все он потерял, семью, работу, все. И вот последний этот этап, да, вдруг является ему такая мысль, да, Господи, что же я делаю? Я гибну, я погибаю, помоги мне. И вот в этом помоги вся наша надежда. Потому что тогда поможет. Да, мне кажется, Господь не может не услышать молитву мамы о своем ребенке, потому что это там самая сильная молитва. Просто нужно уметь ждать. Иногда года двух недостаточно, да, чтобы человек обратился, где-то пришел в сознание, пришел, так сказать, покаянию, вернулся в отчий дом. Поэтому, ну вот, ну и не терять надежду. Ой, Сил, вам это очень тяжело, когда ты не знаешь, где твой малыш. Добрый вечер. Сейчас все идут с детьми на фильм Чебурашка. А я думаю, что этот Чебурашка ведь не божье создание. И на фильм этот идти нельзя. Что мне делать? Вы знаете, я сам эту Чебурашку этого не смотрел, только мультфильм в детстве смотрел. И я хочу сказать, что нужно разделять все-таки детские сказки. Но это в каком смысле фольклор, да. Но в то же время, ведь что такое сказка? И Баба Яга, мы помним, да, из детства. И все вот эти вот персонажи. В общем-то, если рассматривать с точки зрения духовной, то это все темные силы какие-то, да. В избушке на курьих ножках лешие, там, кихиморы и все прочее. Но дело в том, что сказка, она имеет именно другой характер. Это не серьезный пересказ какой-то, да, а это образ. Понимаете, когда-то вот те боги, которые были когда-то у язычников, они перестали быть богами. Они стали символизировать определенные страсти или наклонности, да. Или что это еще. Поэтому здесь вот это скорее уже не какое-то вот, какое-то существо непонятное. А это символ, да, ну, то, что у ребенка рождает определенное чувство. Поэтому я не думаю, что нужно с религиозной точки зрения рассматривать Чебурашку. Кто это, как он и зачем, да. Потому что есть вот сказки, именно они, потому и сказки, что они иносказательные. Они рассказывают, но через образы, которые вот в жизни не встречаются. Поэтому каждый образ, он несет определенное какое-то, да, значение. Вот там символизирует там какой-то характер или зло, или добро, наоборот, да, символизирует. То есть в этом смысле вот такая символичность, она как вот в Средневековье это было, там в Мистериях было, да, в каких-то вот. Поэтому это переходит вот народный фольклор. И во многом смысле сказки, между прочим, очень мудрые есть, в которых очень много хороших, глубоких мыслей для человека. И через сказки тоже человек нравственности учится, потому что в них добро и зло встречаются в явном виде. И человек учится понимать и добро, и зло, а потом уже он начинает, может быть, если Бог даст, различать их в себе. Поэтому в этом смысле, мне кажется, сказки не страшны, но я говорю, что я не смотрел вот то, что вы сказали. Сейчас какой-то фильм, поэтому не могу о нем судить, что это. Это может быть добрая сказка, а может быть фальшивка какая-то, а может действительно какая-то мистика совершенно уже. Идите, у меня сестра плакала два раза на этом фильме. Можно придумать все, что угодно, да. Да, я как-то, знаете, когда в период творческих поисков иногда показывали там, например, Евгения Онегина, где это Ольга Статьяна пьют водку на сцене. Понимаете, то есть может тоже такое из Пушкина придумать. То есть здесь все зависит от автора и режиссера, кто там что-то поставил. Поэтому я не могу сказать. У нас две минуты до конца, и, кстати, по поводу алкоголя. Батюшка, подскажите, пожалуйста, употребление алкоголя является грехом, но почему же тогда Иисус превращал воду в вино? Нет, употребление алкоголя не является грехом для человека, который не имеет к нему пристрастия, который не напивается до пьяна. Грехом называется пьяное состояние пьянства, то есть опьянение сильное. А, собственно говоря, вино-то как раз Господь и предварил воду в вино именно для свадьбы, для радости, да. В вино веселит сердце человека, говорит Давид. То есть здесь как раз нужно понимать, что любое Христос стоит, не приемли исповедание, а Твое говорит нам молитва. То есть это Христос стоит, и Он принимает. А где-то Он ждет от нас, потому что видит в нас возможность покаяния. Покаяния, понимаете? Когда человек только прости сказал, а может Бог видит нас, что мы можем расплакаться над этим грехом, а значит совсем из него избавиться. Поэтому иногда ждет и Он, пока мы наконец не прочувствуем, что мы совершили. И поэтому это всегда живая жизнь, живые отношения. Поэтому никогда не ищите формулы покаяния. Всегда приходите и говорите то, что есть на душе. Спасибо вам огромное, отец Михаил, за то, что отвечали сегодня на вопросы наши зрители. И вам спасибо большое за вопросы. Мы с вами увидимся уже в четверг. Как раз будем подводить итоги этой недели на лучший вопрос. Помните, мы вам обещали календарь за лучший вопрос. Так что все итоги подведем. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok